Холодный циклон, подобного которому не видели в Приморье более 30 лет, стал для жителей Владивостока тяжелым испытанием. По всему городу образовалась гололедица, провода покрыла слоем замерзшего дождя, повалила деревья, дорогу на русский перекрыли. В первые тяжелые часы на помощь тем, кто остался без электричества, воды и тепла, отозвалось полгорода. Люди размещали объявления в социальных сетях, приглашали нуждающихся набрать воды, зарядить гаджеты, выпить чая или просто погреться в теплой квартире. Так поступила Екатерина Седова, которая не смогла остаться в стороне. Это такие вещи, я не считаю их прям супер какими-то, не знаю, героическими. Это такие вещи, которые в принципе, ну если у тебя есть, тебе как бы не жалко. Очень много людей было без связи, очень много людей было без отопления, очень много людей было без электричества. Жители просто помогали друг другу. Мне очень повезло, потому что у меня ничего не выключали. В Владивостоке я вами горжусь. У нас замечательные люди, которые просто вывезли эти первые два самых сложных дня после ледяного дождя, четверг, пятницу. После самых трудных дней общественники вышли на улицы дальневосточной столицы. Волонтеры и обычные люди все от мала до велика расчищали дороги, развозили газовые баллоны. Во многих районах города собственными силами организовали полевые кухни. Такой сплоченности людей я никогда еще в своей жизни не встречал. Люди активно предлагали приехать к ним в гости, помыться, переодеться, постираться, зарядить телефоны, поесть горячее питание. Волонтеры ездили по районам, где не было света, тепла. Заряжали телефоны жителям. Многие неравнодушные граждане присоединились к организациям, чтобы продолжить волонтерить. Так участники Центра по оказанию помощи АДРА в первые дни развозили пострадавшим воду и до сих пор доставляют газовые баллоны и еду. Мы продолжаем оказывать такую адресную помощь. Все продуктовые наборы мы доставляем лично по адресу и вручаем в руки всем пострадавшим, всем нуждающимся, людям, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации. Свои поступки никто не считает героическими. Многие, разместившие объявления в социальных сетях, предпочли оставаться в тени. Объясняют просто. На месте тех, кто попал под удар стихии, могли оказаться и они сами. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.